добрый день и так что же такое бросовая нить для работы мне сейчас понадобится бросовая нить из которой я потом буду набирать петельки для вязания основного своего изделия бросовая нить нужна для того чтобы потом ее можно было распустить и из этих дальше петелек набрать на спицу и вязать изделие в другом допустим направлении снизу вверх или сверху вниз и при этом не будет видно ступенька перехода петелек не будет видна рядность это очень красиво эстетично и многие вязальщицы пользуются бросовой нитью для различных способов вязания не только для таких как я говорю и так что нам нужно сделать бросовая нить набирается крючком берется ниточка другого цвета отличного цвета от основной пряжи из которой вы вяжете свое изделие по метражу у меня допустим сейчас нужно 2 метра восемьдесят сантиметров это я уже спрактиковалась я знаю точно сколько мне нужно я вяжу капор с манишкой набирать я буду на спицы вязать спицами пять с половиной ниточка у меня по толщине примерно такая же как основная нить для вязания только другого цвета крючок я беру данном случае у меня тут пятерка шестерка но это европейская думает это 3 миллиметра здесь но это неважно петельки мы будем делать свободными как они делаются заметьте нитка другого цвета должна быть от вашей нити чтобы вы потом видели что вы там будете делать как набирать петельки как распускать если сделаете такого же цвета можете запутаться и возникнут проблемы особенно для новичков и так что нужно сделать беру делаю обычно обычную петельку так обкрутила взяла обкрутила получилась обычная петелька не затянутая и набираю из нее я набираю воздушные петли вот так петли свободные очень важно они должны быть свободные не затянутые туго иначе потом будет проблематично набрать петельки вот можно даже потянуть и вот так если крючок тоненький маленького размера вот потянули получилась большая петля здесь не столь важно петли должны быть свободные набираю вот так набираю я столько петель в сколько мне нужно данном случае для изделия мне нужно 70 рабочих петель значит я наберу петелек больше у меня будет 80 петель для чего для того чтобы с каждого края оставить свободные петли чтобы изделия в потом в процессе петельки потом не распускались не возникло лишних проблем и вот так набираю столько петелек сколько мне нужно я буду набирать 80 вот так набираю набираю это очень просто что получится вот такая цепочка с этой стороны косичка поворачиваю с другой стороны там где мы будем набирать петли вот такая получается косичка с петельками поперек цепочки вот они вот они вот 1 2 3 с этой стороны таких нет с этой есть вот в эти петельки из этих петелек я буду набирать петли для своего вязания когда у вас закончатся петельки сколько вы набрали просто ниточку вытягиваете и все больше ничего завязывать здесь не нужно вас получится вот такая длинная нитка с петлями сейчас я буду набирать из этих петелек петли для работы для этого я беру пить спицу ту который я буду вязать свое изделие беру пряжу из которой я буду вязать свое изделие и из этих вот петелек набираю петли вот с краю оставляю пять штук и продолжаю следующая 6 допустим они обязательно оставлять 5 можете оставить 3 неважно чтобы они потом процессе не распускались вот они до 1 2 3 4 ввожу спицу в эту петелечку подхватываю ниточку и вытягиваю если вы вяжете пушистой пряжей имейте ввиду допустим пух норки либо ангора либо мохер все это делается в свободном натяжении нити не затягивайте сильно потому что будет и неудобно и некрасиво потом вот они петелечки сюда ввожу спицу и вытягиваю вот напомню сейчас я вижу капор с манишкой кто присоединился ко мне в группе в telegram вяжем вместе потом в процессе я буду показывать как я буду снимать эту бросовую нить все будет видно распускать я буду это очень просто элементарно вот так вот будет потом эта ниточка снимется у нас останутся петельки все до встречи кто еще не с нами присоединяйтесь пишите мне в telegram канал ссылка ссылка на мой telegram канал в описании моего канала всего доброго